После добавления предикторов в модель, зависимые переменные перестают существовать сама по себе. Ее вариация переспределяется в одном из двух направлений. Чтобы посмотреть, как это происходит, давайте обратимся к Custom Tables. Переносим предикторы в строки. Кликаем на зависимую переменную правой кнопкой мыши и меняем ее тип шкалы на Scale. После чего переносим ее в Columns. Также заходим в Summary Statistics и добавляем в дисперсию и валидный N. Apply. И теперь нажимаем Paste. Здесь мы проводим небольшие изменения. Уберем лишний лейбл, чтобы таблица была лучше читаема. И уберем пустые сроки. Exclude. Теперь можно запустить. Полученную таблицу я перенес в Excel. И мы здесь видим, что каждая комбинация предикторов доверия парламенту, доверия политикам на уровне 0. 0. Вот первая комбинация. имеет среднее значение по доверию законодательной системе единица, дисперсия 3, валидных наблюдений 1599. То есть теперь каждая такая комбинация дала свою группу людей. В данной группе 1599 человек. И каждая такая группа людей имеет свое среднее значение по зависимой переменной. И свою вариацию по зависимой переменной, выраженную через дисперсию. Если мы хотим выразить через сумму квадратов отклонений, мы опять же выборочную дисперсию умножаем на валидный n минус 1. Я рассчитал это величину для каждой комбинации, для каждой группы. Вот в эту вариацию перешла исходная вариация. Эта вариация называется внутригрупповой. Поскольку внутригруппы вот этих людей мы имеем такую сумму квадратов отклонений. Все это внутригрупповая вариация для каждой группы. А таких групп у нас получилось 106. Ну, учитывая, что у нас были пустые комбинации, которые не встречаются. Плюс каждая группа имеет свою среднюю, и эти средние варьируют. И это вторая часть, куда пошла вариация зависимой переменной. Исходная вариация.